Завтра в Сочи откроются 22-е зимние Олимпийские игры. В дни, когда будет происходить одно из самых главных не только в нашей стране, но и в мире событий, наш город также отметит открытие Олимпийского сезона, как именно узнавала Татьяна Сорокина. Муравленко – город с богатыми спортивными традициями. Начало зимних Олимпийских игр он отметит яркими событиями, и уж наверняка многие зрители будут следить за играми. Это зимняя 22-я Олимпиада, а вы помните, была 22-я Олимпиада в 80-м году, это в городе Москве, это летняя была спартакиада. Я еще был в детском возрасте, но смотрел внимательно очень по телевизору многие из тех соревнований, которые показывали в то время. В этом году, конечно, безусловно, зимние виды спорта – это моя специализация, поэтому я буду отслеживать максимальное количество, болеть за наших ребят. Тем временем в пятой школе стартовали малые Олимпийские игры. Участникам пожелали честной борьбы. На многих спортивных площадках города, лыжной базе и корте «Дружба» будут проходить соревнования забеги и катания на коньках и лыжах, в которых будут участвовать и взрослые, и дети, а организаторами выступят управление физкультуры и спорта, представители молодежной политики и молодой гвардии. Мы участвуем с своими представителями в делегации от Департамента физической культуры и спорта и от Ямало-Нинецкого всего округа. У нас едут тренер по пауэрлифтингу Смагин Денис и участник и победитель многих соревнований Цепелев Артем. Они уезжают на Олимпиаду поболеть за наших спортсменов с 13 по 17 февраля. Также двое муравленковцев поедут в качестве добровольных болельщиков. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Завтра открывается не только Сочинская Олимпиада, но и выходит в свет очередной номер газеты «Слово нефтяника». Что интересного подготовили читателям корреспонденты издания в нашем кратком обзоре. «Слово нефтяника». Читайте в свежем выпуске. Прошедший 2013 год стал для муравленка рекордным по сдаче жилья – 14 130 квадратных метров. В нынешнем году темпы ввода в эксплуатацию новых квартир для горожан планируется не снижать. А все это стало возможным благодаря тому, что успешно реализуются соответствующие окружные программы. О том, кто уже получил жилье и кто получит это право в 2014 году, читайте на второй полосе издания. Дело жизни Валерия Скорнякова. Из этого материала журналиста Павла Желтова читатели узнают об интересной судьбе одного из ветеранов ямальской нефтянки. Всю свою жизнь житель муравленка посвятил профессии сварщика и сегодня является одним из самых опытных наставников в этой профессии. Профессионал, рыбак, четверо детей и восемь внуков. В чем секрет такого жизненного успеха, читатели узнают, открыв пятую полосу газеты. Черлидинг – это не только хорошо подготовленная группа поддержки спортивных команд, состоящая из задорных девушек с помпушками, но и отдельный самостоятельный вид спорта. Он сочетает в себе танцы, балет, акробатику и художественную гимнастику. Недавно на международном турнире команда «Муравленка» по черлидингу произвела настоящий фурор и вошла в десятку лучших коллективов. Все подробности об этом удивительном виде спорта и образе жизни читайте на седьмой полосе еженедельника «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. А на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 7 февраля в Салихарде минус 30, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. В Ноябрьске 26 градусов мороза, южный ветер до 3 метров в секунду. В Муравленко 7 февраля минус 26, ветер южный до 3 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова